Сургут Дворца искусств нефтяник и взяла на себя нелегкую ответственность за постройку самого крупного и сложного объекта в Западной Сибири. Задача была поставлена не из простых и очень серьезная, так как в условиях северного климата с учетом продолжительной зимы срок был предоставлен всего 4 года. В целях сохранения срока в сдаче объекта приходилось работать днем и ночью, несмотря на суровые условия и на сложность работы. Декоративная металлическая крыша весом более 1000 тонн. Это была самая сложная и опасная на всем этапе строительства дворца искусств нефтяник. Вся основная работа была проведена в Москве и доставлена для монтажа на объект. Госстроенадзор требовал усиленные условия безопасности при строительстве от землетрясений, низких температур и ветра. Но несмотря на ассоциации, работа двигалась полным ходом и всей рабочей мощностью продвигалась вперед под открытым небом, несмотря ни на какие погодные условия. Отличительной особенностью ЛБК Мечко при строительстве дворца искусств стало то, что фирма способна вести строительные работы от первой забитой сваи до интерьера. У ЛБК Мечко имеется свой специализированный транспорт, хорошо просчитанная логистика, высококвалифицированные специалисты из различных областей. На инженерные сети использовано оборудование известных мировых компаний. Потрачено почти тысячи километров металлических и медных труб, что позволило обеспечить подачу воды, тепла и воздуха. При строительстве дворца искусств проходили практику будущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Лучшие из них получили предложение о трудоустройстве по окончании университета. На совещаниях обсуждались трудности и успехи, с которыми специалисты встречались на всех этапах строительства. Для примера, подобный проект в мировой практике был использован в Сиднее при строительстве оперного театра. Только на его строительство, в отличие от Сургутского дворца искусств, ушло 14 лет. ЛБК Мечко, подхватывая дух новизны, решил внести свою лепту в преображение этого спокойного и гостеприимного города и был готов бросить вызов и постараться осуществить в реальность невообразимо сложный и захватывающий своими уникальностями объект. Проектом будущего ДИИ «Нефтяник» занималась также известная фирма из Сербии. И для того, чтобы из зоны проектов все перешло в производство, потребовалось немало усилий и времени. Все начиналось с постройки на открытой местности, на которой совсем недавно был лес. Субтитры создавал DimaTorzok